Меня зовут Константин Шавловский, я руководитель проекта «Порядок слов». Мы уже открываем свой второй сезон мероприятий в фойе электротеатра, в электрозоне. Здесь работает наш небольшой книжный, книжный, книжная точка. Вот, и мы очень рады, и для нас огромная честь открывать наш сезон здесь, презентация книги «Валерия по дороге. Вопрос о вещах». Вот она, она вышла в замечательном и очень нежно любимом нами издательстве «Крым Грис», с которым мы тоже с самого начала его работаем. Здесь была презентация книжки Бенимина, которую Саша Скидар представлял. Мы стараемся всегда по возможности найти, даже когда это издательство издает иностранных авторов, найти возможность как-то представить новые книги вам, потому что то, что делает издательство «Крым Грис» — это абсолютно уникальные книги, штучные, практические работы, они очень малотиражные, и мне кажется, такую книгу иметь у себя дома, держать ее в руках — это просто отдельное большое удовольствие. И я с огромным удовольствием представлю участников сегодняшней презентации. Это Надежда Бутова, главный редактор издательства «Крым Грис», Владимир Архипов — художник и Валерия по дорогам. И я, наверное, проведу сегодняшнее мероприятие, поэтому для начала я бы дал слово Надежде, чтобы она рассказала книги и представила еще раз. Спасибо огромное, что вы пришли, несмотря на пятницу, осень, начало сентября и многие события, которые сегодня происходят в Москве. Я хочу сказать, что это наша вторая совместная работа с Валерием Александровичем. Первая была вот такая малюсенькая книжечка, тираж, который уже закончился, это я принесла из своих экземпляров. В этой книжке Валерий Александрович искал «Карость моменты» и их собирал. И тогда же... Книжка вышла в 2013 году, и тогда же мы условились о продолжении работы. Ну, и вот совсем недавно, в начале лета, вышла книжка, главным предметом которой является поиск смысла вещи. На поиск смысла вещи у Валерия Александровича ушло гораздо больше букв, поэтому вот она выродилась вот в такую. Более того, текст предполагал, даже провоцировал наличие иллюстраций, а часть глав была напрямую обращена к художнику Владимиру Архипову, поэтому вот в книге много иллюстраций. Я думаю, сам автор лучше гораздо о ней расскажет, тем более я вчера опять о ней взглянула и поняла, что там столько разных клубков, что трудно потянуть какую-то одну нить и не утерять вторую, поэтому мы это поручим все-таки Валерию Александровичу. Я хочу, пользуясь случаем, еще рассказать о том, что совсем недавно в издательстве вышла книжка человека, который у нас совсем неизвестен, это немецкий философ, марксист и экономист Альфред Зон Ретель. Выглядит она вот так, эта книжка. И я о ней сегодня говорю не только по праву издателя, но и потому, что здесь затронуты те же проблемы, которые Валерия Александрович обсуждает вот в этой книжке. Формально она никак не... не маркирует тебя, вот конкретно эти тексты, как тексты, произведенные философом с такими-то взглядами и таким-то экономистом. Это очень ранние поэтические работы Альфреда Зон Ретеля, которые он написал, три из этих эссе он написал в конце 20-х годов, когда он был в Италии, куда он уехал из Германии, спасаясь от безденежья и от безвремения. И там просто пережидал, когда же Европа его призовет. И в то время Италия была местом для интеллектуальной артистической тусовки. Среди его собеседников был Прокауэр, Адорна, Бенемин. Он водил Паниаполю в качестве эскурсовода и переводчика в силу того, что он безупречно знал итальянский. И три из этих эссе посвящены конкретно жизни Италии и всматриванию, упытованию предметов для Италии. Что такое предмет для итальянца? И он приходит к такому выводу, который его самого обескураживает, что предмет в Италии начинает жить только тогда, когда он проходит какой-то жизненный путь. И более того, он совсем хорошо начинает жить, когда он ломается. И в связи с этим я хочу вам прочитать маленькую цитату из предисловия к этой книжке постоянного редактора Альфреда Занретоля Кавла Фрайтека, который написал это предисловие специально для русского издания. И про это пишет следующее. «Развитие каждого человеческого движения исходит ли оно из духовного или даже из естественного побуждения? Всегда суждено безметное сопротивление окружающего мира». Дальше автор цитаты сетует на то, что образование страдает и расстройство автомобильного производства, и упадок кулинарного искусства. И заканчиваются эти сетывания тем, что... А больше всего он сетует на выветривание тепла из вещей в стране, где люди живут, словно давление воздушного столпа, нависшее над каждым, вдруг противоестественным образом стало ощутимым. Это цитата из текста 1923 года, автор этого текста Вальтер Бенемин. И мне кажется, что вот уже в этом 23-м году было отрефлексировано вот это начало выветривания тепла из вещей, которому в существенном мире и посвящен текст Валерии Александровича по дороге. Вот я бы сейчас хотела передать слово автору книги. Валерия Александровича, вы готовы? Ну, хочется продолжить говорить о Альфреде Зон-Леттеле, конечно, но придется немножко отклониться. Ну, я не знаю, кто читал книжку просто, очень трудно общаться. А судьба всех презентаций в этом и составе, что собираются люди, которые эту книжку именно и не читали. Все читали, а вот это именно и не читали. По этой презентации это какое-то ощущение того, что на ней можно прочесть. Вот. Ну, я вот не знаю даже, что тут значит, потому что книга сама по себе, с одной стороны, она легкая по примеру и образцам всяким, а с другой стороны, ставит перед собой задачу. Если вы немножко не посвящены в этой ситуации, в которой мы сегодня находимся с точки зрения современного искусства и отношения философии к современному искусству, то, конечно, очень сложно уловить эту проблематику, ее остроту. Значит, помимо того, что... Ну, давайте так я просто скажу, что что я хотел сделать? Я хотел понять... Давно учил. Как функционирует вещь? Ну, вещь – это такое многостороннее представление, которое существует в нашем языке. Она, по сути дела, находится в такой сериальной разрубной проблематике. С одной стороны, вещь выступает как некоторое название, какое-то имя для того, что не существует, потом она выступает в качестве набора каких-то качественных, неизменных и очень автономных, там, практически суверенных. Потом она выступает в качестве материального какого-то продукта и так далее. То есть, вот если вы перечислите все свойства, вещи, которые распределяются в языке и как словари используют свою вещь, перед вами откроется вот объем знания, которое нужно иметь для того, чтобы понимать слово «вещь» не только с точки зрения феноменологии, которая непосредственно создала целый культ «вещи». Вот Храдеггер, Гуссерга, там, ну и разные вещи, там, в Катрине есть, психология, там, и так далее. Вот, поэтому я даже не знаю, может быть, двигаться, если в сторону вот такого представления, на какой-то, может быть, пример, но связан с такой логикой. Давайте я вам готовлю. То есть у меня сфера существования «вещи» находится в таких эпохральных измерениях. С одной стороны, мы встречаем вещь первоначально, опасную вещь. Вы учтите только то, что слово «вещь» – это слово в языке. Оно движется от примитивных языков до самых развитых. Поэтому, потребляя слово «вещь», я нахожусь в языке, а не в материальном каком-то процессе производства вещей. Значит, «вещь» сначала появляется как такой злой дух и очень большая опасность. Потом эта «вещь» появляется в качестве «вещи» постепенно, чтобы через генобожие, там, и так далее, возникает «вещь» от Бога. То есть божественная вещь, которая осуществляет полную законченную сакрализацию каких-то особенных вещей, связанных с человеческим существованием. Потом идет у нас новое время. Это уже конец XIX века. Заканчивается эта эпоха с нового времени. Появляется так называемая «вещь другого». Это когда «вещь» получает коэффициенты сообщественности и так далее, когда она начинает приближать не только тому, кто ее владеет, но и различные симфонические системы, которые начинают ее воспроизводить в различных точках отсчета разума, в различных горизонтах. И, наконец, вот та современная «вещь», которую я назвал «ничелью». То есть современное искусство работает уже в буквальности отсутствия «вещи». Вот это такая логика изменения представления «вещи», которую я как-то отслеживал на протяжении ряда лет. Это меня крайне интересовало в связи с судьбой «вещи» в современном искусстве. Вещи – это нечто такое, которое дублирует понятие произведения в классической станковой жертвеце, в архитектуре и тому подобное. То есть «вещи» – это нечто законченное, которое дублицируется с вообще произведением искусства и никогда не развивалось. И на нашем последнем этапе как раз вместо «вещи» появляется так называемый объект искусства и появляется фактор отсутствия места для «вещи». Поэтому современное искусство целиком и плотно занимается обустройством пустоты. То есть фактически оно нарушает правила заполненности в мире вещами, которые были очень характерны, начиная с Средневековья, даже включая, конечно, с XIX века. А вот последующие этапы, когда начинается разрушение вот этого «вещи»зма, появляется такая антология пустоты. Вся современная философия, средоточенная над умностью, которая могла бы занять вещи и произведения, она отсутствует в «вещи». То есть все выдающиеся системы, постмандально, они задействованы и создают различные антологии пустоты. То есть изучают то место, которое можно всегда заняться. И поэтому произведение искусства сегодня не мест характера произведенческого, а движется в таких областях, где, собственно, встречают сопротивление. Вы ходите на выставки, инсталляции, они совершенно произведены, они ни с кем не связаны и так далее. Они никому не мешают, но они ничто им не занимают. И единственное, в музее остается еще такой формы, где происходит такая псевдо-ложная сакрализация вещей, которые у меня иные места. Ну, вот я сейчас так и поговорю немного, давайте я буду отдыхать. Отдыхать и отдыхать? Да, немного. Ну, я должен. Может быть, а, давайте я, может быть, представлю, там еще есть у нас такой мой соавтор, потому что вот с Володей Архиповой я знаком давно. И вот он такой настолько оригинальный, удивительный художник, собирающий такие вещи различные, он сам что-то представит. И часть вот моего замысла, так иначе, соприкасалась с его творчеством, которое я знаю, наверное, с конца 80-90-х годов, я не помню, да, я могу здесь сделать. Вот, и Владимир, я думаю, должен представить вот эту часть, вот эта часть книги посвящена вот анализу собранных его коллекций, ну, он говорит, что это не коллекции, но он сам все это объяснял, вот такого бедного мира. Очень много сюжетов книги, я, конечно, не могу кратить и все их затронуть, давайте, можно, желать еще как-то приговорить. Ну, и с реакцией на книжку. Ну, я, мне как-то так было бы приятно думать, что моя выставка в 2012 году в Цюрихе спровоцировала, в 2012, да, спровоцировала, ну, хотя бы часть написания вашей книги, вот, ну, если помните, да, то есть там, вот часть вашей работы, она была представлена в каталоге, но на немецком, на французском, по-моему, языке, да, потом, наверное, какая-то вот часть, она как часть вошла в эту книгу, но здесь, конечно, уже значительно больше расширено поле понимания, что такое вещи. Я, когда читал книгу, я сам для себя массу открытий сделал, потому что так, как бы, глубоко и разносторонне я не думал о вещи, вот. Ну, пожалуй, я два слова скажу, собственно, что это за вещи, и чем они отличаются от всех остальных вещей, ну, в моем конкретном случае. Я когда-то начинал в конце 80-х годов как классический, ну, классический художник, скульптор, вот, ну, и потом, значит, была выставка Юнтера Юкера в Москве, и она, в общем, перевернула мои представления о том, что такое современный объект, вещь, и чем надо заниматься, как бы, вот. И я искал, как бы, такую форму, что ли, искусство, которое, с одной стороны, вроде бы, я и к ней имею отношения, а с другой стороны, оно имеет какое-то право на существование помимо меня. То есть, это вот, Валерий говорит про пустоту, вот, то есть, чтобы она уже была чем-то значимым, не только для меня, ну, вот. И, в принципе, этот процесс был достаточно долгий, это не сразу все, как бы, в голове сложилось. Вот, я начинал делать сам объекты, вот, а потом, только в 94-м году, собственно говоря, я случайно, как бы, вот, пришел к этой идее, и когда стал собирать самодельные вещи, которые сделали люди сами для себя, функциональные вещи, и сами им пользовались. Вот, то есть, изначально это уже вещь, которая была кому-то зачем-то нужна. Вот, и у этой вещи есть автор, она сделана, как правило, в единственном экземпляре. Вот, единственное, что ей не хватает для того, чтобы быть произведением искусства, это то, что, как правило, авторы никак не рефлексировали по поводу эстетики или каких-то художественных качествах их вещей. Вот, ну, собственно говоря, мне так кажется, что полноценными произведениями искусства вот эти подобные вещи делают как раз рефлексии зрителя, которые, ну, собственно говоря, компенсируют отсутствие рефлексии самих авторов. Вот, и хотя Валерий называет, как бы, мое собрание коллекции, я, как бы, не согласен с этим, потому что, как бы, я не ставлю цель собрать коллекцию, а, как бы, мое такое желание или надежда на то, чтобы, как бы, это было такое концептуальное зеркало и такой перманентный процесс поиска и обнаружения таких вещей, представления зрителям и возвращения их обратно в бытовую среду. То есть, как бы, такой процесс непрерывной архивации материальной культуры, ну, с архивацией которой сегодня просто невероятные проблемы, насколько я знаю эту проблему, со стороны вот музеифицирования, ассоциирования, архивирования материальной культуры. Ну вот, и очень, собственно говоря, вот эти вещи, они такие вот особенные по сравнению со всеми остальными. То есть, как правило, ну, не как правило, а часто они такие немножко покалеченные, да, или, как вот ты сказал, как они называются там? А, поломки, да, вот то, что часто они поломанные и переделанные, и, как бы, сделаны из каких-то подручных средств, вот. Но, с другой стороны, как бы, это не только такие вещи, как бы, кустарные, да, хотя, конечно, большинство из этих вещей, можно сказать, относятся к такой технологии low-tech, что ли, то есть какие-то простейшие вещи. Хотя, наряду с этим, есть вещи очень сложные, очень технические, ну, требующие невероятных знаний от авторов. И вот у меня есть, ну, у меня есть, я нашел несколько вещей, которые, ну, просто там, на уровне изобретений сделаны. Вот, хотя сами авторы не заявляют о том, что они что-то изобрели, и просто относятся к этому как к какой-то вещи, которая им была нужна, и которую они по каким-то причинам не могли купить. Вот. Ну, вот, технические совершенства вещей я не оцениваю. Вот. Меня вот интересует вот этот вот набор качеств, единичность вещи, автор должен быть, должен быть рассказ об этой вещи, вот. Имя у этой вещи должно быть, но имя как раз вот сами авторы и имен этим вещам не дают. И, собственно говоря, вот сейчас у меня планируется выставка «Галерея Зазора», я вот как раз ее хочу назвать «Имя вещи». Вот. А именем вещи я называю, ну, в смысле, вещи я называю именами их авторов. То есть, вот, лопата, там, стул или табуретка, там, Иванова, Петрова, Сидорова. То есть, вот. И я, вроде бы, и не называю ничего, ну, как бы, не сообщаю ничего лишнего. Вот. Но в то же время я сохраняю имя самого автора, и в то же время, вот, как бы, стул Петрова отличается от стул Иванова. Как бы, ну, самим фактом, как бы, вот, развлечением имени. Ну, я не знаю, может быть, еще по ходу что-то добавлю, но вот и больше мне пока не приходит было, чтобы я могла сейчас сказать. Друзья, я думаю, что вы воспользуетесь возможностью задать вопросы Валерию Александровичу, и пока вы их формулируете, поскольку я только читала книжку, мне хочется тоже спросить Валерия Александровича. Вы в начале, вы в своем предисловии заранее обговариваете, что понимаете всю безуспешность попытки определить точно, что такое вещь, хотя вот это определение вещи, насколько я поняла, является традицией классической философии. Но, тем не менее, все равно начинаете с обращения, определение, которое дал дать, потом перечисляете все признаки нормальной вещи, там ее рукотворность, неповторимость, подручность и много других замечательных качеств, которые мы ценим вещи. можно ли сказать, что вещь – это для вас, это первичное понятие, то есть, ну вот как с точки зрения математики, что мы нельзя определить. Это вот мы можем описать, это то, то, то с такими-то свойствами, но вот исчерпывающие определение дать нельзя. И второй мой вопрос, вы там дальше перечисляете, что и текст – вещь, и речь – вещь, то, что мы часто говорим, ну это стоящая вещь. Вот можно ли назвать идею вещью? Ну, в зависимости от вашего ответа, я дальше вас спрошу. Ну, то, что касается определения. Дело в том, что, ну здесь некоторое такое пофатическое, так сказать, характер восстановления определения через отрицание доминирующего свойства. Ну, когда мы создаем такое вращение, характерное, как предмета, и предмет каждый раз по поводу наших критического отношения выявляет себя в качестве какой-то грани, не целостно, а через грани. И вещь – это, возможно, такое явление, которое одновременно существует в идеальном порядке и материальном. И между ними еще существует зона языка, которая симулирует, с одной стороны, материальность как идеальность, то есть язык как симулятор. Он как бы запутывает саму ситуацию. Вы используете вещь, иногда называя что-то материальное, а иногда просто как какое-то индексальное выражение в своем языке. Вот эта вещь, что мы не скрицаем, или вот указательные какие-то мескредвения, которые она замещает. Поэтому, конечно, трудности возникают. Но я не знаю, с какой тут главной стороны подойти, но одна очевидна, что вещь, в том виде, в каком она формулировался в науке, и даже в модерне, и отчасти даже в постмодерне, это все-таки вещь, связанная со сделанностью. То есть, это вещь, которая не больно связана с антроподокией вручной активности нашей мозговой деятельности. То есть, фактически, вот рука и мозг, это та комбинация взаимодействия, при которой отношение к вещи вырабатывается. Сегодняшняя визуальная культура разрывает отношения руки и церебральных процессов. Сегодняшняя визуальная культура хочет добраться на новой руки, манипуляции церебральными интенсами и так далее. Поэтому живопись и искусство с конца XIX века, она же очень чувствительная и работает на механизмах ощущений, переживаний интуиции. И она невольно, я показываю эту книжку, невольно послепила смерть руки, разрушение ее, как она уходит и как уходит сама вещь вместе с рукой. Даже вот авангард, который, казалось бы, делает что-то резкое, невероятное, что-то указывающее на будущее, где будут только одни и умные машины, он не понимал эту машину как не имеющую, он понимал ее как экологически. То есть фактически вот даже вот авангард, казалось бы, отрицающий все какие-то нетехнические новинки, и ищущие новую технику, тем не менее полагал, что человек руками может создать то, что его превосходит. Вот такое забреждение вами. А сегодняшняя ситуация, я говорю, работает на разрыве, поэтому вы не можете ощупнуть то место, в котором должна быть вещь. У вас нет руки. Вот это те замечания, которые я хотел так подответь, но, возможно, не совсем точно. А идея? А? Можно сказать, что идея – это все-таки тоже вещь? Вещи можно назвать все, что угодно. Но я ставил свою задачу ввести такие отдельные локусы для определения вещи, удержать каждое использование слова «вещь» в каких-то границах. Вот и все – это полная задача. И получился такой круг, в центре которого находится Х, определяемый по качеству вещей, да, и она является то вещью-гибридом, то вещью-духом, то вещью-самоделкой, то вещью-подручным орудиям и так далее. То есть самые разнообразные ее качества и квалификации в этом круге фиксируются, но в своих локусах. Мир локусов и переходов между языком, идеальным материалом. Я понимаю, что это очень сложный вопрос, наверное, и однозначно трудно на него будет ответить, но просто не так часто мы имеем возможность с вами говорить, и хочется, чтобы вы свой взгляд на эту проблему высказали. Понятно, что у нас у всех много претензий к современному художнику, и в данном случае даже хочется его защитить, насколько вы справедливо на него нападаете. Главным образом за то, что нас отключают смотреть, созерцать, и действительно сегодня уже не требуется воспитанного взгляда, требуются совершенно другие вещи. Но вот если все-таки предположить можно, что идея — это вещь, и вот тот путь, который вы в своей книге наметили, движение от вещи к объекту, нащуповая, собственно говоря, грани существования этой вещи, то нельзя ли считать, что объект нам демонстрирует идею, и в этом плане художника можно оправдать? Ну, как вы думаете? Я понятно сформулировала, да? Да. Ну, я вовсе не нападаю на художника, я просто констатирую изменения, которые происходят, и художники — часть этого изменения, поэтому здесь нет никакой землины, никаких ответствий за поражение. Искусство движется своими путями, и вот пути эти, которые мы анализируем, таковы. Но когда ты берешь искусствоведов, этих ретрограммов, этих людей консервативного устойчивого вкуса, эти музейщики, эти архивисты, эти несчастные люди, которые пытаются создать такую что-ли иллюзию, что искусство живет, развивается, что мы есть будущее. И вот часть книжки посвящена вот такому разоблачению. В основном это видны французские искусствоведы, которые, например, анализируют погруженный черный куб на глубину двух метров, известного художника-минингалиста, пишут целую книгу. Книгу, в которой выкладывается такой невероятный нарратив, который к этому кубу, как эстетически восприниманному, не имеет никакого отношения. То есть вот этот разрыв между тем, что представляет собой сегодня объект искусства и способом уговаривания его презентацией с теми нарративыми приемами художника, сегодня стал лимонистом. Настоящий большой искусствовед, но то же самое, как действует уже по данному художнику. Ничторность объекта компенсируется громадными фундаментальными нарративами. Выходит толстый кривик, посвященный дюшановским шуткам, где на полном серьезе все обсуждается, как если бы дюшанов был какой-то шестерский герой. Я просто хочу еще добавить, что книжка написана очень остроумно. Вот я бы сейчас вспомнила, что Валерий Владимирович про французские имена сказал, здесь есть такие первые, современный арт-философ с прекрасной фамилией, дети Юберман, ну и так далее. И очень много экскурсов, какое-то наше детство, когда мы носили обувь, которая нам жала, на наших балконах лежало бесконечное количество хлама. То есть не надо думать, что это вот такое очень высоколобое чтение. Там, мне кажется, это как занятие йогой. Каждый возьмет себе вот сколько он может. Друзья, я хотел спросить, есть ли вопросы в зале, Валерий Александрович? Ну, может быть, да? Я хотел, не очень понял, может, на каком-то примере вот про пустотность уточнить, которая вначале звучала, что вещь связана с пустотностью в современном мире. С чем? С пустотностью, с пустотой, с отсутствием вещи. Или нет? Я не понял. Еще раз скажите. Ну, было на вступлении, говорили про вещь современной, про вещь в современной ситуации, в современности. Вы говорили про пустотность, про отсутствие этой вещи, что она представлена как отсутствие, или я что-то неправильно понял? Нет, вы правильно поняли. Просто подробнее я это не совсем можно... Можно подробнее я не могу. А вот повторить я не смогу, наверное, то, что я говорил. Это, давайте вот так вот, вот если вы, вокруг вас вещи, например, меня вещи, они имеют какое-то место, они носят память вашу, они все в вашей комнате как-то разбудили. То есть в вашей комнате находятся только вещи. То есть те, которые вам принадлежат, вам нужны с определенными функциями. И даже с определенной физиономикой, с определенным местом и так далее. Главное – это место. Сегодняшняя ситуация освобождает нас от того, чтобы мы в опыте искусства наблюдали схожие моменты. Обычно, вот, ну, конечно, мы встречаем сегодня в архитектуре, скульптуре там строковистов различных, реалистов и так далее. Но, тем не менее, современное актуальное искусство, оно находится как бы в стороне этого процесса. Поэтому, ну, например, чтобы создать хорошее реалистическое произведение, очень хорошее, такое же гениальное, как у Рафаэля, или Ласкость, нужно подделать Ласкость, или Рафаэля. Понимаете? А сам ты никогда не станешь. То есть эта эпоха просто закончится, она ушла. Теперь она существует, реалистическое искусство, только в виде подделок. Надо подделать. Представите, Ласкость, или Рафаэля. Поэтому мир подделки сегодня разросся до такой степени, что он занимает 40% приблизительно от коммерческого рынка мира. Потому что все в этом заинтересованы. И тот, кто подделывает, и тот, кто потребляет подделки. Ну, сколько Сезаннов сейчас, сколько Ван Горгов. Ну, обмениваются подделками, хвалятся подделками. И все знают, что это подделки. Но зато у тебя есть Сезанн, зато у тебя есть там Эльгер. Это связано с очень многим, многим вопросам очень разным. Но суть заключается в том, что современное актуальное искусство сдвинулось в этот опыт, где уже не обнаруживается вещь, а обнаружится ее отсутствие. Отсутствие связано с тем, что антропологические свойства, характерные для созерцания традиционного произведения искусства, все не работают. Не работает созерцательная техника. Потому что восприятие объекта уменьшает момент созерцания и свой долгник к нему. Если вы что-то не можете рассматривать и получать удовольствие от рассматривания, это перестает существовать. Я просто не могу сейчас об этом говорить, поэтому я думаю, что я как-то ответил, насколько нотка. Есть ли еще вопросы? Я не только наивный вопрос, но и не просто по-другому. Не наивный вопрос, потому что я художник, не философ, и про другого. Я дниг назад, и я два днига назад, это два разных «я», и более того, это не «я», а другой. Если смотреть с этого ракурса, если смотреть с другого ракурса, получается, что настоящее, которое я вечно достигну, получается, что я не знаю, где находится другой. Вот такое тут просто. Знаете, есть те же вопросы, которые ты мне больше отметишь. Ну, я имею в виду, может быть. Но когда же вы лучше сами знаете, чем мне даете такое задание. Я ничего не могу очень понять. Вы можете самоплату видеть. Давайте. На самом деле, когда должно быть одно «я», в котором должен пройти процесс самоидентификации, тогда будет все. Пока, когда несколько «я», тогда нет процесса самоидентификации, поэтому возникают такие вопросы. В каком смысле? В таком смысле, что идеально должно у человека быть одно «я», в котором он самоидентифицируется и понимает, что же он, так сказать, хочет, что он, так сказать, представляет из себя, какова реальность с точки зрения этого. А когда несколько «я», тогда вот несколько взглядов, ну, и тогда, так сказать, непонятно, какой из них правильный, какой действительно есть и какой, так сказать, находится просто в воображении. На самом деле, вот реальность, на самом деле реальность, это представление человека. У каждого есть свое представление реальности. Это есть проекция представления человека, да? И что, что соответствует этому представлению, это проекцию. то что не соответствует этого нет это неправильно ну что я с вами согласен совершенно что вот да современное искусство практически уходит от реальности то есть она в общем-то и отрицает она непонятно где то есть действительно то искусство которое там было раньше но даже совсем недавно импрессионисты и прочее то есть современные художники не могут достичь такого уровня поэтому не они уходят куда-то и я не тоже они понимают что они не могут быть лучше тех художников они еще какие-то другие формы эти другие формы это в общем-то так вот это реальность моя точка зрения я не знаю, моя такая точка зрения вы не учитываете, что и живописи, и архитектуры и так далее вообще все виды искусств они находятся во время и не изменяются то есть независимо от какого-либо пожелания какого-либо художника я не случайно сказал о том, что рука отмирают а рука отмирающая рука у художника это громаднейшая проблема которая с 19 века уже начала ощущаться невероятно и ваше вот вы сказали, что они там достигнут так это вы знаете что такое? это начало распада руки распада руки когда обождите вы не спешите, потому что здесь идет речь о очень важных вещах когда фигурное письмо, письмо предметное, которое использовало краску ледяную по Москву стало разрушаться в пользу импрессионистского опыта и исходя из, возможно, из атмосферы той же Франции возможно из этого опыта видения, так сказать, произведения искусства в естественной среде возникает очень серьезная проблема передачи ощущения может ли живопись этим заняться она начинает этим заниматься но, занимаясь этим, она начинает отказываться от старой классической новой времени техники живопись понимаете? потом идет дальше, кончается это дюшаном и так далее здесь эволюционирует целый процесс который вы не можете остановить какими-то общими фразами он длится уже века и человечество находится в этих исторических процессах всегда что-то меняется независимо от ваших и моих пожеланий но, тем больше ощущений зрения, тем больше ухода триантина такая диалекция вы реальность понимаете, как что это якошь что такое реальность это же тоже отдельный вопрос это тоже отдельный сошел я хотел бы задать вопрос военно-вам ну вот, как я понял, Александр, речь идет об некоторой исчерпанности вот этих натуральных очевидностей ну вот, в частности, в сюжете с реалистическим типом искусства а вот, скажите, ваш набор коллекций ну, в том числе, которые вы использовали которые вы собираете в какой мере можно говорить об исчерпанности ну вот, вещей ну, типов и чего тут очень забавный исход возможно ли типология в вашем подходе поскольку вы, мне кажется, стремитесь прямо до каждого отдельного, как сказать, кустая добраться но, тем не менее, видна ли вот исчерпанность в некотором вот этом слое техне понимаете вопрос? Вы знаете, ну, я занимаюсь этим с 95-го года и, в принципе, вот, в поле моего, как бы, зрения попадают вещи которые имеют живых пока авторов, да, вот предметный мир, вот, в России, он сильно изменился особенно вот на рубеже 90-х сейчас мы вообще живем в совершенно другой предметной среде чем вот еще, там, 20 лет назад, вот вещи, конечно, которые были сделаны в советское время они отличаются вообще полностью от того, что ну, вот сейчас в магазинах, например, имеют, да потому что там гвозди, доски, кирпичи они вообще в советское время были все разные то есть доски по-другому пилили не так, как сейчас пилят, как бы, ну, там масса всяких вот таких технологических, как бы, новшеств которые у нас, ну, сейчас ведра, условно говоря, невозможно купить в магазине советского, как бы, да это все по лекалам западных образцов сделано вот, а к систематизации, классификации я не стремлюсь хотя вот Валер меня ругал, как бы, за то, что я вот не продумываю эту, как бы, историю но я сознательно этого не делаю, потому что я, как бы, ну, как бы, ну, как бы, хочу оставить за собой возможность восхищаться, как бы, вот этой формой, этим предметом, как неким целым, не оценивая его, ни с технической точки зрения, как бы, там, не, как бы, не классифицируя его, ну, как бы, я не ученый, я художник, как бы, да, мне важно вот это восприятие целости естественное, а не, как бы, это вот разложенное по каким-то градациям, вот, и поэтому, ну, вот у меня есть сайт, база данных в интернете, там, я пытался ввести только единственную классификацию по, как бы, глаголам, собственно говоря, которым отвечают, ну, функции вещи, там, копать, греть, тереть, там, держать и так далее, вот, ну, как бы, это единственная классификация, которую я ввел, а все остальное, как бы, не имеет смысла в конкурсах, потому что я не ученый, я не обладаю тем, как бы, набором знаний, чтобы заниматься этим систематически, а кроме того, у меня, все, все мои вещи, которые я нахожу, я нахожу их случайно, понимаете, вот, в моем случае, как бы, иди туда, не знаю, куда, и перейти, то, что не знаешь, что, вот, как бы, где я буду искать что-то, это всегда происходит случайно, либо я сам вижу, либо кто-то мне подсказал и сказал, вот, там, я видел тот, я иду и ищу автора, там, или людей, которые знают, вот, вот, а то, что касается, ну, моих личных, как бы, наблюдений, люди, которые менее обеспечены, они чаще делают эти вещи, вот, вот, но, с другой стороны, по моему представлению, как бы, рабы не делают таких вещей, как бы, то есть, вот, мне кажется, что, ну, как бы, потому что в этих вещах есть элемент творчества, на мой взгляд, пусть оно вынужденное, но, как бы, человек придумывает, вот, испытает, хотя бы, там, эта вещь ему нужна была на 10 минут, вот, а вещи, конечно, со временем меняются, ну, потому что сама предметная среда вокруг нас меняется, да, то есть, вот, как бы, не было компьютеров, там, 20, там, 30 лет назад, а теперь они есть, и поэтому, вот, допустим, с областью компьютеров, как предметов, как объемов в пространстве, да, связано много интересных, таких вот, придумок, доделываний, переделываний и так далее, там, начиная с розеток, этих, вот, удлинителей, там, удобства клавиатуры, как она лежит, там, или экран, там, придумывать всякие шторки, занавески, там, там, чего только нет, то есть, в принципе, как бы, я считаю, что, ну, то есть, меняется предметная среда вокруг нас, меняются вещи, которые в результате самодельные, как бы, ну, как бы, они являются производными от этих вот исходных вещей, но потребность человека творить и в то же время нужда, как бы, они остаются, и, в принципе, я думаю, что этот процесс бесконечный, то есть, как бы, первую вещь, допустим, я не знаю, там, мне кажется, сделал Адам и Ева, когда были выставлены Израиль, они какую-то палку-копалку сделали, там, да, и ей что-то искали, там, то есть, с этого начинается материальная культура, мы свободно говоря, вот, и кончится это, как бы, ну, не знаю, когда конец мира будет, наверное, потому что просто это такая часть материальной культуры, и она просто сама по себе изменяется, но она всегда была, ну, просто в силу каких-то обстоятельств люди не рефлексировали это, как некий отдельный такой культурный феномен, вот, а сейчас вот как-то есть возможность, там, или, как бы, желание увидеть его, и, как бы, понять, что это такое, ну, вот, как бы, да, я ответил на ваш вопрос, нет? Ну, как бы, вы, как бы, ответили назад, на период, смотрите, ведь вы же правильно сказали, доски унифицируются, телефоны унифицируются, компьютеры унифицируются, в этом смысле потребность в многообразии творчества, вот, в уникальности, в этом, как крафт, там, как, как это слово? Ручные? Ну, да, вот эти вот ручные сборки, она пропадает, и в этом смысле, куда же, ну, как бы, такое странное смещение, вот, этой творческой потенции, или она умирает, или она куда-то движется, ну, потому что, повторюсь, вещи, вот, посмотрите, вот, наверняка, на всех на нас пять типов телефонов максимум, два, три, все, их скоро будет два, сколько, два с половиной, то есть, стулья все одинаковые, там, столы, вот, у вас одинаковые, все это... Не-не-не, я не думаю, что это все будет настолько сильно унифицировано, мне кажется, это, ну, просто самого человечества этого не допустит, потому что, ну, это невозможно, просто мы будем испытывать какой-то дискомфорт от того, что нас окружает только один, как бы, или два типа стульев, или, там, телефонов, или еще чего, в машине. Все равно мы будем заинтересованы в детском разнообразии, оно, может быть, какой-то предел имеет, но, мне кажется, оно никогда не будет полностью унифицировано и доведено до одной единственной модели чего-либо-то не было. То есть, мне кажется, что это... А потребность человека, как бы, ну, или творческая какая-то энергия, она всегда была, будет и есть, а, как бы, ну, просто, кто-то ведь стихи пишет, кто-то на досуге, там, да, кто-то танцует, кто-то еще что-то делает, кто-то хлеб режет, как бы, творчески, да, вот люди просто сделали, делают вещи, которые... не рассчитывая ни на какого зрителя, они сами же для себя это делают, как бы, они не стремятся это продавать, показывать, там, навязывать кому-то, да, вот, это... Зачем-то это мне надо, я это ищу, я это пытаюсь показать людям, как бы, ну, вот. А то, что это будет все это модифицировать, как бы, изменяться, да, безусловно, материальная культура меняется, и будет это меняться, конечно. Потому что формы будут другие, безусловно. Сломался тут, вот, например, вот этот вот стул, его как-то починили, вот появилась новая форма. Ну, вот как-то так. Ваши концепции, как и понятно, и вещь, и, скажем, альтернатива некой пустота, это все-таки пространственная категория. Между тем, сегодняшнее актуальное искусство, современное искусство, ну, ее значительную часть его занимает акционизм. То есть то, что происходит уже не столько в пространстве, сколько и в процессе, во времени, и фиксируется каким-то вот слепком, так сказать, этого. Вот как это соотносится? Ну, очень приятно, что это напрямую соотносится с тем, что я говорил, просто, к сожалению, здесь же идет речь о чем? Чтобы восстановить Веласкиса, вам нужно время и нужен еще комментатор, который поможет вам двигаться в глубоком понимании. То есть нужно большое время. Большое произведение требует большого времени и подготовки. Отсюда образовательные структуры, подготовка художников, умение рисовать, умение ставить краску. Это громадная совершенно индустрия, начиная с Средневековья, формируется через семейственные навыки, ремесленные навыки. Там нет ничего не уникального, все уникальное. И в том числе это созерцание, которое находится в большом времени. Вот созерцание в большом времени, это и есть пространственная лития. Когда мы перемещаемся в современное искусство, то у нас происходит сужение не более сгойно, по логике самого художника, а логика изменения вот этой созерцательной паузы. Оно все время уменьшается, уменьшается, уменьшается. Поэтому мы получаем сейчас объекты с точки зрения его исчезающего значения. Вы уходите на инсталляцию, мгновенный взгляд, даже полу-мгновенный взгляд, чтобы все исчезло. Все больше не существует. Единственное, существует Рим, который может вытащить Кабакова или какого-то Роха, или какого-то Дюшана, его оформить, создать историю, предание, легенду и запихнуть в музей. Хотя очень трудно запихнуть, потому что музей Кабакова не приспособлен. Но через видео или инсталляции, через фотографирование, через дизайн это можно и делать. Но само произведение не помещается, а его только будут последствия. Следовательно, ну это моя точка зрения, вот это почти сведенное к исчезляющему мгновению существование современного произведения. Можно сказать, что да, есть созерцательное мгновение первоначального, уничтожающего себя взгляда. Но искусство больше на это не ориентируется. Оно ориентируется, как ни странно, на речь. На речь об объекте. То есть речь об объекте начинает с временем искусства замещать полностью. Это речь, в отличие от классики, где классика связывала описание полотна какого-нибудь с определенным, точно рассчитанными какими-то фазами композиционными, стелевыми, цветовыми и так далее. Со мной надеюсь, здесь происходит совершенно другое. Здесь происходит совершенно другое. Здесь уже мы сталкиваемся с тем, что сама по себе коммуникация, которая создается эффектом исчезающего произведения, является самоценной. Поэтому выдумывается нарратив, который не имеет никакого отношения к объекту вообще. Но мы будем рассказывать об объекте так, как если бы этот нарратив был к нему отнесен произвольно, волей и кружкой. Я хочу привести пример, чтобы это был ясно. В начале 90-х в Макиманке был такой бедный театр современного актуального искусства. И там иногда, я там учился как-то воспринимать все это и так далее. Вот группа АЭС, группа АЭС, одни первые там работают. Выставлены были на полу в таком, окиманка была вся разрушена, там были пустые дома просто и пустые квартиры. Ну, по-моему, они выложили какие-то стеклассовые, как они называются, профили, ну, пускай профили. И весь фол блестит. Ну, эффекты я вхожу, да, интересно там, и так далее. Потом Дима Гутов, ну, извиняюсь, на слово говорили, и с конюшем, да, и опилки. Опилки, да, да. И тоже, ну, все пространство в Макиманке было заполнено опилками Дмитрия Гутова. И ты ходишь по опилкам, но ты пришел за искусством. А ходишь по опилкам, и очень сильное впечатление. И там запах был опилкой. И вот эти вот профили лежат, они пристательные. И я уже говорю, да, это интересно. А вдруг художники ко мне говорят, это не главное, это не главное. Вот посмотрите, вот тут целая история про капитана, которому отрубили голову. То есть активные истории они вешают, да, которые они потом рассказывают. Этот вот разрыв, который, ну, как бы, потрясающий, по сути дела. Ну, вот если вы в каталоге это поместите вместе, то это будет шокирующе. Дима Гутова, кроме опилок, там еще было две пары обуви, женские, мужские. Как бы это была такая история, почти кинофильм, категория были большие. Раз вы упустили со вспоминаний, я вам расскажу другое, еще прибавлю, что тот вечер, который пришел, да, и толпа, вот это ходила по опилкам, да, эта толпа состоит из художников. Там не было никаких зрителей вообще. Там сами художники ходят друг на друга. Потому что все было в такую новинку, как и они учились рукоделы. И тут появляется брендер, совершенно голая дама на плечах. И так же дьявол ходит, все осматривает. Понимаете, вот все здесь уже случилось. Все будущее искусства, оно, как бы, закрепилось. И вот эти девяностые уже шли по инерции. Ну, это один из примеров. Но мысль, я думаю, моя, достаточно понятна, что происходит разрыв, да, между этим. И дело в том, что на каких-то этапах, вот, допустим, группами американских минималистов, почему-то попадает под оптику выдающихся французских искусствоведов, которые создают целую метафизику минимализма. А объектное существование минимализма ничтожно. Оно существует в таком сокращенном временном совершении, где объект исчезает. Понимаете? Его нельзя экспонировать. Он уже умный, он мертвый. И вот об этом мертвом искусствознание современное, такую ложь, как бы, выстраивая. Вероятно, другого способа о современном искусстве говорить нельзя. То есть объект ничтожен, но зато мы будем о нем говорить так много, так упорно, чтобы он был обогащен, да, и навсегда остался в памяти, как невероятное то, что мы не понимаем. Вот вам, искусствоведцы, это объяснить, что вы ничего с самого начала не поняли. И поэтому я написал эту книгу, чтобы вы прочитали, ну, вы прочтете, естественно. Пожалуйста, есть еще вопросы. У меня вопрос такой о вещи, о разрушении вещи. Нужна ли для этого рука и вообще разрушенная вещь, она как-то коррелируется с рукой, с вещью? Вот так. Ну, я уже говорила, что, ну, мы же все прекрасно знаем, что это курочная работа, да, мы сами что-то делаем, что-то там и так далее. А если вы представите себе это ремесло, ремесло художника, скульптора и так далее, это вообще очень большое и тяжелое дело. Вот, между прочим, я помню, вспоминаю, что самыми эритроградами оказались, знаете, кто? Скульпторы, эритроград сидел, да. Скульпторы, потому что это единственные, которые не могут расстаться с рукой. Собственно, ну, невозможно практически расстаться с рукой. И когда были выставки современного искусства, более молодые художники, там, более радикальные, да, туда приходила группа скульпторов, они обычно по 100 килограмм, если говорить о нем, это совершенно мужики, они их вышвыривали с этого места. То есть была такая борьба, между прочим, между теми ручными мыслителями, да, и вот новым поколением, которые ненавидят руку, краску, всякие вот заданные формы, там, и так далее. Ну, это я и говорю о 90-х годах. Действительно, там много людей, которые ненавидели запах краски. Вот поэтому... Я имею в виду, что с рукой уходит сама вещь, без руки, но, на мой взгляд, вещи нет. То есть та самая вещь, которую мы с вами всегда... Вот эта книга, например, это вещь, которая получает какой-то дизайн, особое выражение, да, она существует в каком-то времени, там, и так далее. Это такой вот форпост небольшой, как бы, вот обороны, да, который ведет книжное издательство, чтобы сохранить этот вещизм, чтобы я мог взять руке, да, чтобы открыть страницу, чтобы я увидел рифленность там какую-то, и масса всяких нюансов, которые... Там ошибки даже какие-то и так далее. Но это живое тело мысли, да, без него очень трудно, в общем... Ну, не знаю, мне очень трудно было бы сидеть только вот за компьютером, там, а если... Ну, все. Пожалуйста, есть еще вопросы? Поближе, подойдите. Вот у меня вопрос про... А может быть, некий симбиоз вот тех, кто связан с техникой, с рукой, с рукодельной, и тех, кто от этого отказывается? Ну, просто я сам ну, работаю техник сцены, кукольник, я делаю очень много руками, именно вот это техне. И у нас, в нашем театре, допустим, идет сфектакль Ерминштейна, я много чего делаю для Ерминштейна, и к тому же я занимаюсь современным искусством, вот именно вот этот отказ. И вот это... ну, не знаю, гармонирует, не гармонирует. Там деревянный книг Ерминштейн, я его резал, делал там вот это вот это. И... Хотя Ерминштейн тоже плохой пример, потому что он сам технически очень... Ну, вот может быть, какой-то симбиоз. Не, ну, вы же занимаетесь куклами, верно? Ну, только... Я не вижу здесь какой-то проблемы. Вы можете все не замечать. Зачем вам это даже? Нет, вы можете интересоваться, но вас это, может быть, не касается. Но я тут не знаю, насколько вы сохраняете вот старую технику, и она институционально как-то сберегается. Ну, как и не слово, она сберегается. У нас в КОВИД же учили, как, я знаю, как говорить, стали клей, стали клей, хотя это уже никогда никто не делает, но я это знаю. Хотя иногда я говорю, я знаю, то есть я знаю. Ну, это, это, наверное, ну, вот... Понимаете, начало XX века, наверное, вот так вот нас... нас учили вот этой технике, вот, вот, по режиму классическим. Классическим. Война, это все воспроизводится через каких-то... Ну, очень... ...учеников, через развитие институций, это, наверное, осталось только внутри учебного заведения. Я диплом делал, делал классическую марионетку, вырезал из дерева, именно из дерева, как бы, там, полностью, наверное, клеит уже сам варил. Вот классическую марионетку. Но такого я не делал, я делал только на дипломе. Это вот невостребовано, конечно. Сейчас так уже никто не делает. Но вот... Ну, я тоже... Я думаю, что это все-таки совпадает с общим, как бы, развитием искусства, конечно, и все. Конечно, это вас тоже касается, может быть, не так, но на прямом, может быть, вы лично какое-то имеете возможность более традиционных способов использовать. Не, ну сейчас, конечно, нет, театры сейчас это все уже действительно... Я согласен. Да, поэтому как раз возникает вопрос вот о том, что есть ли будущее? Да, что такое будущее искусства? Не, вот это не современное актуарное искусство, а что такое будущее искусства? Я абсолютно согласен, что классика невозможна в старом варианте, но, может быть, вот технет, она может как-то выжить, вот оно может или... Ну, а кто будет учить рисовать? Они же все уже давно умерли, эти мастерские. Кто будет учить, я думаю? Вы просто нет ни потребностей, ни учителей. А кто будет смешивать краски, растирать? Кто это будет все делать? Это же громаднейшая совершенно работа, которую художник, он же одновременно реставратор, он и колорист, он знает, и химию, это и алхимик, и так далее. Это вообще просто громадная область, я же не говорю о лаках, как вы же знаете, лаки различные, там и так далее. Но это же, кто это все не видит? Это же невозможно. Я согласен. Да, это невозможно. Это значит, уходящая громадная культура, которая переходит в подделку. Подделку. То есть ее можно воспроизводить только через подделку. потому что каждое оригинальное произведение становится абсолютно или бесценным, или сложным. Да, ну, если ты производишь так много подделок, то даже то произведение, которое как бы принадлежит, да, уже в основном, тоже ставится под сомнение. Оно тоже находится в этой зоне опасной для него существования. вот оригинальное я не имею в виду. Он же разрушает себя внуки. Значит, нужно его реставрировать. Значит, как вот, например, ну, я так просто вспоминаю, что вот здесь в Иваске, да, там были еще младые станции, у которых они, как бы, ну, подражали Иваске, естественно, хотя там тоже как это, но у них был черный цвет, который они имитировали в Иваске, чувствуется. И вот такая история, я, поиск, немножко, может быть, я тут прибираю, или что-то неточность, но это в общем фоне это правильно. И этот размножился черный цвет, то есть достоинство всех этих младоиспанцев было только в этом. Кануристическая достоинство, они располагаются. как мы теперь назовем эти произведения, которые компенсировались новой краской, новой качеством, новой химией. Значит, перед нами громаднейшая проблема сохранения произведений, потому что они сами становятся подделками. И тогда открывается поле лжи абсолютно. то есть вы уже больше не найдете ни вам Бога, ни ничего. Только воспроизведение, копирование ложной ситуации, такая трагедия. Олег Александрович, перед вами если позволите. Я обдумываю то, что вы сказали относительно существующей связи перформанса и описательного текста, как необходимые его и даже более важные составляющие. Но я пока не могу понять некоторые причины экзальтации, которые вы этому придаёте. Вроде это такая же дрессура, как то, что вы говорили о ремесленности по отношению к обычному рисованию, классическому рисованию. То есть если там учили смешивые краски, дерзать кисть и прочее, то здесь вроде это выглядит как дрессура восприятия. Без владения этим набором, скажем на современном языке, набором компетенций, идеальных. Но ты не увидишь ничего ни в этом кузовике, ни в этом пушике, ровно так же, как опять упомянутые вами художники, без вот этой ремесленной школы. Просто ничего не могли бы нарисовать, изобразить. Я считаю, что вы немножко, я не могу всё как бы договорить. Дело в том, что я не рассматриваю обнаружение современного искусства пустоты, как его непрокаченость, как его отрицательные качества. Я напротив рассматриваю, что современное искусство как-то перепроверяет, вы знаете, похоже на покемона, вы знаете, не черт очень, совершенно. Вот как будто просто один говномер. То есть современное искусство перепроверяет наличие демонизма, понимаете, вот лжи. Оно в этом его правда. То есть, например, какой-то ряд, ну, вот, я не знаю, Ленинка, если вы знаете, вот я в этой книге там привожу, где выставка его неполных кубов там различных делается в галерее, где висят выдающиеся картины 18-го века. И сочетание белых квадратов сделанных из дерева алюминия там, да, и с картинами, которые висят, он как бы обнаруживает пустоту. Да, он обнаруживает, туда не пришел зритель, там ничего нет, там никто не смотрит на эту скучную живопись, которую всем надоем, там нет и так далее, понимаете. И современное искусство в какой-то мере действует с точки зрения вот такого, ну, ты не знаешь, что, как это называется, машина, которая выявляет ложь. Детектор лжи. Да, как детектор лжи. И перепроверка такая очень нужна. Другое дело, что она подсохла, то есть она не у меня. Но я честно скажу, что я не видел художников, которые говорили грудь и себя в грудь и говорили, что я что-то сделал. Сейчас таких художников нет. Они делают, они делают эти детекторы лжи постоянно, перепроверяют эмоции, ощущения и так так. Открывая там, где оказалась очень высокая плотность реактивности, некоторые трещины, пустоты, разрывы и так далее. Я не пойду в своем искусстве позитивно, конечно. Есть еще вопросы? Возможно, я один короткий, тоже наверное, совсем дилетантский вопрос, немножко в сторону от искусства. Скажите, как вы относитесь к философии Ладулы, к его идее из гибридных вещей, парламента, вещей и прочее. И насколько это соотносится с идеями высказок в вашей книге? Да, Ладулы, конечно, очень близкие к тематике. Я даже немножко так коснулся, я так смотрел его книги. Но он ставит перед собой такую задачу, по сути делу, она очень многослойная, конечно, тот момент, который мне и я заключается в том, что он пытается доказать так называемое его слово «вынь», которое заключалось в декартовской картезианской модели различия между материальным на духовой. И он через фигуры достаточно традиционного типа, какой-нибудь Горбс и так далее, декарм, неожиданно показывает через различные источники материала, насколько для этих ученых каждое событие мысли были каким-то образом еще материализованы. Например, у Ньютона обнаруживается целый склад астрологии, алхимии и так далее, которая через картезианца отрезалась раньше и ссымалась в архив. Вот это к настоящей намке не имеет отношения. Аллатуру возвращает, он, по сути дела, можно сказать, короче, демонизирует, заново науку, что наука была такой своеобразной ложью проидеальной, то есть этого идеального никогда не было, а всегда были смешаны такие миструозные объекты, объекты монстры, монстры, вообще в латинском происхождении, слов, который как раз обозначает что-то такое смешение, не смысл из-за труки, а смысл смешения, мысли. Поэтому латург конечно ценный источник, но дело в том, что часть советской философии, в частности вот там иенков, марксистов, они тоже очень много занимались сходной проблематикой, и тоже вышли на этот натив вот такой неразделенности, абстрактного и конкретного и так далее. И вот эта четвертая глава капитала Маркса, где разбирается структура товара, вот так же как раз и показывает сочетание монстров, самоописи. Поэтому латур, он в общем-то в поле марксистского еще находится. А у нас это делали Илья Янков первое всего, потом на Майдаше Миле, который вел такое измерение, как третьи вещи, третьи вещи. То есть промежуточное, как он назывался, не только Илья, но еще рядом с психологом, вот в частности Зинченко, психолог, который вместе с ним написал статьи, он тоже работал в этой зоне вещи, чувственно-сверхчувственно, то есть на приходе. Поэтому, конечно, мы можем более конкретно об этом рассуждать, но в любом случае латур занимается искусством. В традиционном смысле восстанавливает такие объекты, которые имеют не только научное идеальное содержание, но и эстетическое, которое было характерно для опыта. То есть эстетический опыт не может быть устранен из научного знания. Вот они понимают. мы ... Спасибо большое. Вы знаете, вопросы еще какие-то появились? Ну, я тогда, наверное, мы закончим сегодняшний наш вечер. Перед тем, как с вами расстаться, я хотел пригласить вас, как мы открыли сезон, у нас завтра и послезавтра будут еще два замечательных события. Завтра мы презентуем здесь журнал Stasis, петербургский журнал Европейского университета. И презентацию будут Артеми Магун, Оксана Тимофеева, Юрий Регров и Галина Рынгу. Они представят новый номер, который имеет топик «Что нам делать с сексом?» Вот. И послезавтра у нас здесь будет вечер, который называли серией «Вечер в реманхе транслит» «Сопротивление поэзии». И гостями этого вечера будет поэт Антон Начилов и философ Герри Лев. Приходите, мы будем вам очень рады и очень хотел бы благодарить наших гостей за сегодняшнюю беседжу. Спасибо огромное.